здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко на сегодня мы поговорим на медицинскую тему и как ни странно практически большую часть этого года мы касались темы к вида коронавирусной инфекции был период когда она начиналась потом была история такая пиковая когда мы все переживали сейчас наступает другой период с одной стороны ситуация вроде бы изменилась к лучшему но есть опасения что осенью что-то может повториться поэтому без врачей нам никуда не деться тем более что помимо всем известной коронавирусной инфекции существует к сожалению другие заболевания люди болеют их нужно лечить вот о том как работает сегодня в частности ливерецкая областная больница мы хотим узнать у нашего гостя исполняющего обязанности главного врача ливерецкой областной больницы кандидата медицинских наук дмитрия павловича семенцова здравствуйте дмитрий павлович здрасте никого скажите пожалуйста все-таки первый вопрос номер один мы пандемия закончилась или мы плавно из нее выходим скорее второе плавно из нее выходим уменьшилось количество госпитализации уменьшилось количество больных и растет количество выздоравливающих в связи с этим министерством здравоохранения московской области предпринимаются мероприятия по выводу части медицинских учреждений из работы в режиме к виду и вот тут сразу же такой вопрос а много предприятий работала в режиме к вид вот во время пика скажем так который был весной и они не спрашивают конкретное число но потому что помните у нас по крайней мере там москве до больших городах закрывались целые ну скажем так профильные да какие-то направления и только койки для тех кто заболевали заболевал к видам сейчас эта ситуация улучшается до минздрав московской области вот как бы на пике к вида перепрофилировал крупные многопрофильные больницы некоторые из них полностью под лечение больных с к вид то есть там осуществлялось лечение пациентов с к вид и профильной патологии положено сердечно-сосудистой легочной хирургической и так далее которая из-за к вида да с этим связано нет которая существовала помимо к вида то есть больной с хронической патологии так называемой коморбидной больной то есть больной с несколькими заболеваниями заболевал к видам и тогда он госпитализировался в много профильный стационар полностью перепрофилированный под к вид были другие варианты перепрофилирования когда отдельно стоящие корпуса больниц также были перепрофилированы исключительно на лечение больных с к вид поскольку для их лечения требуется определенные правила соблюдения противоэпидемических мероприятий ну естественно врачи которые работали в красной зоне да как мы называем и так далее сейчас во первых такой вопрос этот выход он плавно осуществляется я к чему веду вот нас пугает что осенью будет вторая волна мне кажется сегодня никто не воз на всемирной организации здравоохранения не правительство любой страны с точностью не могут сказать что там осенью либо будет либо не будет вторая волна потому что еще и первое то в общем то до конца не закончилось то есть правильно понимаю что при плавном выходе все таки есть возможность всегда откатить назад и опять чтобы койки заработали в системе вот к видной инфекции безусловно перевод плавный перевод из состояния к вид да состоянии плановой работы осуществляется исключительно на основании жесткого мониторинга нескольких показателей которые проводятся не только московской области но и по всей стране и именно при достижении этих показателей возможен переход к нормальной жизни но тем не менее говорить о том что к вида сейчас нет и нет больных с к вид это было бы преждевременно поэтому естественно часть учреждений сейчас работает исключительно на к вид и есть возможность случае второй волны быстрого и безболезненного перевода тем более имею же определенный опыт работы в таких условиях перевода части учреждений в работу на к вид ну то есть в спокойном режиме перейти на уже понятный трудный сложный но понятный режим работы абсолютно точно но сейчас идет работа в направлении профилизации перехода на плановый обычный режим работы специализированных медицинских учреждений вот а как у вас этот переход проходит вот сегодня можно прийти к вам и не знаю там хирургу прийти или в поликлинику если говорить да или прийти к любому другому то что был период когда кому-то можно прийти кому-то тебя только врач может направить как какова сейчас ситуация совершенно верно значит перевод амбулаторно-поликлинических подразделений в плановый режим работы начался у нас с начала июля сначала мы вывели на прием таких специалистов как терапевты хирурги эндокринологи кардиологи через некоторое время вывели на прием других узких специалистов положим это лора офтальмологи стоматологи у нас заработали кабинеты маммографии флюорографии компьютерной томографии таким образом сейчас пациент может записаться либо самостоятельно либо по системе врач врач и получить консультацию узкого специалиста минздравом жестко монетарируются сроки ожидания на сроке ожидания вернее сроки возможности записи к каждому специалисту и в случае плотной записи в одной из поликлиник мы всегда можем маршрутизировать пациента в другую поликлинику городского округа люберцы для получения помощи одного из узких специалистов то есть грубо говоря чтобы не было очереди реальной очереди возле кабинета абсолютно точно сейчас действует противоэпидемические правила тем не менее обязательно на входе в поликлинике мы измеряем температуру сохраняется полутораметровая дистанция до разметка полутораметровая и она выдерживается крайне жестко вот то есть мы всеми силами медицинский персонал в обязательном порядке носит маски вот то есть мы всеми силами осуществляем профилактику профилактику привыкли врачи уже к вот этой сложности я понимаю я сейчас даже не говорю не о врачах которые в красной зоне мы все помним и понимаем насколько это сложно когда специально вот это обмундирование но простой врач то который нах там медсестра которая в поликлинике привыкли уже что обязательно должна быть в общем-то на его врачи часто была повязка теперь это обязательное условие абсолютно верно в поликлиниках это было распространено и вводилась регламентировалась только в периоды эпидемии обязательное дошение маски но положим с другой стороны стационары всегда носили маски там до реанимации в оперблоки там для вас это профессиональная нас это абсолютно надо обычная история привычная хорошо прежде чем мы пойдем уже конкретно дальше узнаем чем порадует люберчан люберецкая областная больница как ни странно это звучит порадует вот скажите пожалуйста вот сейчас все говорят о вакцине да что вот вакцина по моему буквально в августе у нас уже будет их несколько разрабатываются но одна уже сейчас находит находится на получение может быть даже не одна на получении роге с но регистрируются вот это панацея этого вакавида или все таки нет знаете панацея от любой инфекции да можно сказать два варианта процесса это либо это инфекции переболеть и получить стойкий иммунитет либо вакцинироваться но опять же переболеть получается менее перебори Ну, мини, мини, да. Получить антитела. Получить антитела к возбудителю. Поэтому, конечно, появление этой вакцины мы очень ждём. Вы верите в неё? Потому что все говорят, что он так быстро мутирует, этот самый вирус, что не успевает вакцина за ним. Нет, но мы имеем достаточно успешный опыт вакцинации против гриппа. Да, есть определённые штаммы гриппа, которые меняются, но есть и определённые закономерности в их возникновении. И доказано, что вакцинация против гриппа существенно снижает порог его возникновения. Поэтому здесь вирусы ведут себя, в общем-то, схоже. Поэтому, конечно, мы надеемся на то, что вакцинация позволит реально выработать популяционный иммунитет в значительно более короткие сроки, нежели чем это происходит без вакцинации. Ещё такой вопрос. Мы уже выучили как мантру. Температура, кашель, потеря обоняния и так далее, и тому подобное. Сегодня люди же болеют просто простудой, не связанной с ковидом. Бывает же такое. Вот как человеку стало плохо, он дозванивается, всё равно к нему приезжает какая-то специальная ковидная бригада? Или как это происходит? Чтобы люди не боялись вызывать врача? Да, абсолютно верно. Если человек заболевает простудным заболеванием, и, конечно, все те симптомы, которые вы перечислили, они верны, но подчас очень сложно человеку самому себе поставить диагноз. Да и не только человеку, но и специалисту. Поэтому существуют методы диагностики. Методы диагностики, в первую очередь, это лабораторные методы диагностики, это реакция ПЦР на РНК вируса, и это иммунофлоресцентная реакция, которая выявляет антитела. То есть тот самый иммунитет, только антитела ранние, которые присутствуют во время болезни, или антитела поздние, которые присутствуют уже, когда человек переболел, и имеет стойкий иммунитет. Поэтому, конечно, вызывать доктора нужно, но это не обязательно скорая помощь, это может быть неотложная помощь. Как правило, это неотложная помощь из поликлиники. Приезжает доктор, берет мазки, берет мазки и оценивает выраженность проявлений заболевания у человека. Если заболевание серьезное, а что значит серьезное заболевание? Это одышка в покое, это высокая температура, температура выше 38,5, которая держится более трех дней, резистентная к препаратам жаропонижающим. Это низкая сатурация, то есть насыщение крови кислородом, которое измеряется доктором на дому. Положим, это серьезные коморбидные заболевания, о которых мы говорили, да, то есть это сердечно-сосудистые заболевания, гормональные изменения и так далее, и так далее. Если присутствуют такие факторы, то пациенту предлагается госпитализация. Перед госпитализацией ему выполняется компьютерная томография, например, в явлении пневмонии, имеющей достаточно типичный вид при компьютерной томографии или любом другом лучевом методе исследования. Почеркну, что компьютерная томография – это наиболее точная, но приемлемая и рентгенография, и даже флюорография, если это хорошие цифровые флюорографы. Тогда пациент госпитализируется. Если же заболевание протекает в более легкой форме, то пациенту назначаются лекарственные препараты, которые, повторяю, доставляются ему непосредственно на дом, он начинает лечение и контролируется из поликлиники своим доктором о его состоянии. Я все равно бы призвал наших жителей полностью, так скажем, не терять бдительность. Что я имею в виду? В местах массовых скоплений людей, которые сейчас имеют место быть, положим, это какие-то празднования или какие-то другие массовые общественные мероприятия, я бы рекомендовал носить маски. Причем вне зависимости от того, есть ли какие-то минимальные проявления вирусной инфекции или нет. Потому что существует определенная прослойка людей, которые ковид положительно, которые об этом не знают, которые... И не чувствуют даже его. И не чувствуют этого абсолютно. То есть совесть у него чиста, он никого не заражает. Неспециально. Да, не специально, совершенно верно. Но он может быть потенциальным переносчиком инфекции. И вот эта вот самая маска, она позволяет предотвратить, да, случайные заражения, но, повторяю, при достаточно близком контакте, при каких-то массовых скоплениях. Ношение маски просто на улице, вот, да, в обычных, да, абсолютно бессмысленно. Ну, в торговых центрах, наверное, маску надо носить. В торговых центрах. На каких-то состязаниях, которые у нас тут начинаются. То есть маска. А перчатки все-таки вторичные. Руки мыть просто надо, да? Перчатки, ну, понимаете, тут они тоже, как бы, желательны. Но если человек, вот, положим, медицинский работник, да, у него в подкорку вбито, что нельзя руки подносить к лицу, нельзя руки подносить к лицу, то тут перчатки, возможно, перчаток можно избежать. Но у нас большинство населений непроизвольно... Все время себя проверяют. ...касается, совершенно верно, понимаете, касается, там, губ, да, там, носа и так далее, и так далее. Непроизвольно подчеркиваю. Вот. Вот. Поэтому в данной ситуации, конечно, перчатки, да, они могут предотвратить попадание вируса на слизистый, через который он распространяется. Ну что ж, первую часть мы завершаем нашего разговора. И ясно одно, что ситуация улучшается, но всегда нужно быть на чеку. Сейчас вернемся. Напоминаю вам, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы, кандидат медицинских наук Дмитрий Павлович Семенцов. Первую часть мы поговорили о плавном переходе и, так сказать, о постпандемийной жизни и врачей, и жителей городского округа Люберцы. И во второй части я хотел бы все-таки поговорить уже о проблемах и их решениях медицинских, так сказать, отталкиваясь уже от ковида просто, потому что, к сожалению, кроме него есть масса других заболеваний, человеку свойственно болеть, поэтому и больница существует. Как себя чувствует сегодня Люберецкая областная больница? Готова ли она к осенне-зимнему периоду? Она усиленно готовится к осенне-зимнему периоду. Что я имею в виду? Ну, про амбулаторно-поликлинические подразделения мы поговорили. Единственное, что мне хотелось бы добавить, что сейчас, помимо вывода узких специалистов и доступности тех методов исследований, о которых я говорил, в ближайшее время мы начинаем профосмотры и диспенсеризацию населения. То, о чем, кстати, население знает не всегда хорошо. Совершенно верно, совершенно верно, но это мы начинаем буквально в ближайшие дни. Кстати, выходной уже день президент подписал теперь. Да, совершенно верно, что было, так сказать, что человек мог... Диспенсеризация. Один день, выходной. Выходной, совершенно верно, что он мог совершенно спокойно не ссылаться уже на то, что у него нет времени пройти диспенсеризацию и посетить докторов. Значит, что касается стационаров. Значит, у нас перепрофилированы под лечение ковид было три подразделения. Первое подразделение – это инфекционное отделение первого стационара, которое у нас находится на Октябрьском проспекте 338. Значит, второе – это центральное поликлиническое отделение на Октябрьском проспекте 116, где проводилась круглосуточная компьютерная томография всем пациентам, в том числе и тем, которых доставляли на скорой помощи в стационары Минздраво-Московской области. И третье – это больница в Красково по улице Карла Марса, 90, которая была перепрофилирована полностью, перепрофилирована под ковид с 22 мая. Сегодня два еще основных вопроса для медиков – это лекарственные препараты, много всяких слухов, хоть вы сами говорили, что привозят на дом, то есть вы сидите и болеете дома, чтобы не напрягать, скажем, больничные койки с точки зрения занятости. Просто лечитесь дома, если это не ковид, и вам при лекарствах все привезут. То есть сами лекарства как таковы. И вторая тема – это медицинское оборудование, потому что оно шагает, как говорится, вперед техника, и может быть с помощью, опять же, лекарственных препаратов той же вакцины и медицинского оборудования получить новые исследования и лечить людей, может, гораздо больше, кстати, и гораздо быстрее. Вот что у вас сейчас происходит в плане лекарственного наполнения больницы и в плане медицинского оборудования? Значит, в плане лекарственного наполнения мы, получая лекарственные препараты через структуру Минздрава, МОЗ, ОБЛ, Медсервис, лекарственные препараты, которые направлены именно на терапию ковида. Тут хотел бы еще отметить один такой момент, чтобы у наших слушателей не возникло какого-то предвзятого мнения. Не каждый ковид, не каждая степень тяжести ковида обязательно должна лечиться лекарственными препаратами. Это тоже нужно понимать. Некоторые не подвержены какому-то, не должны проходить какое-то специализированное лечение. Это зависит от тяжести, выраженности симптоматики. Это тоже нужно понимать, потому что человек без какой-то клиники может вообще не получать никакого лечения. Или минимальное противовирусное лечение. А пациент с тяжелым течением, с тяжелым поражением легочной ткани, не находящейся в реанимации, он будет получать комплексную терапию, состоящую из ни одного, ни двух, ни трех препаратов, вводимых внутривенно. Недостатков препаратов для лечения ковид нет. Достаточно так же, как могу сказать, что и средства индивидуальной защиты. Сейчас поставлена их, налажена их поставка абсолютно бесперебойно. Мы заполняем электронные формы, определенные в зависимости от того, какое количество пациентов, на какое количество ковек у нас рассчитано. И мы это получаем. То, что касается оборудования. Могу сказать, что где-то про больницу в Коросково, наверное, применима фраза «не было бы счастья, да несчастье помогло». Так, это же как так. Больница, когда была перепрофилирована под ковид, в ней был сделан практически капитальный ремонт, который выразился в том числе, помимо замены всех коммуникаций, замены полностью вентиляции с возможностью регулировки температуры, заменой лифтового хозяйства на новые, противопожарной сигнализации, крыши. Помимо этого, больница была оснащена полностью новой мебелью, медицинской и не медицинской, полностью новой кровати. Там не осталось ни одной старой кровати, ни одной старой тумбочки. И самое главное, она была оснащена медицинским оборудованием. Медицинским оборудованием. И лабораторным, и эндоскопическим, и оборудованием для реанимации, которое включает в себя прикроватные мониторы, перфузоры, инфузоматы. Это всё абсолютно новое. То, что называется, с колёс поставлялось в больницу, там не осталось. То есть стандарт лечения больных с ковид был соблюдён на 100%. Отработано это было очень быстро. Поэтому больница получила такие вещи, такое оборудование, в которых она безусловно нуждалась. И, пожалуй, самое отрадное, что больница получила, компьютерный томограф. Это компьютерный томограф японский, фирмы Кэнон. Сейчас он был уже поставлен в больницу, пока, правда, ещё в несобранном виде, 31 июля. Помещение уже полностью готово. Он был занесён в технологический проём. Сейчас проём этот закладывается. Когда он будет полностью заложен, начнётся монтаж компьютера. Мы планируем, что компьютерный томограф будет полностью смонтирован к концу месяца. Дальше будут измерительные работы в плане радиации. Дальше получение разрешительной документации. И, по нашим подсчётам, во второй половине сентября компьютер полностью вступит в строй. Свой собственный. Да. Это важно. Совершенно верно. Свой собственный, который будет оказывать помощь не только пациентам, лежащим в стационаре, но и амбулаторным пациентам Красковского, так называемого, куска поликлинического. Тем самым значимо улучшив качество диагностики. А ещё что-то вы ждёте. Как вообще работает система медоборудования? Главврач или какая-то комиссия должна подать какие-то... Вот нам нужны там, не знаю, какой-то там лазерный аппарат или ещё что-то, или УЗИ. Как это работает система подачи заявок? Значит, в Минздраве существуют определённые программы по оснащению стационаров медицинским оборудованием. Положим это... О чём мы поговорим о том, что касается Люберецкой областной больницы. Это оснащение оборудованием амбулаторно-поликлинических подразделений, оказывающих медицинскую помощь детям. Одно направление. Другое направление – это оснащение медоборудованием стационарных подразделений, оказывающих помощь больным с инфарктами и инсультами региональных сосудистых центров. Это второе подразделение. Третье направление – это оснащение медоборудованием подразделений, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями. Третье направление. Четвёртое – это паллиативная медицинская помощь. То есть это те медицинские приборы, которые доставляются паллиативным больным, которыми пользуются ими в домашних условиях. Так вот, в этом году, коротко пройдусь по этим четырём направлениям, то, что касается детства, то в наши детские поликлинические подразделения планируется поставка аппаратов холтеровского мониторирования, мониторирования артериального давления, ультразвуковых аппаратов, аппаратов для офтальмологии и аппаратуры для ухворонуса, для лор. То, что касается РСЦ – региональных сосудистых центров, то здесь основной упор делается на реабилитационное оборудование. То есть оборудование для реабилитации. Первый этап реабилитации осуществляется непосредственно, начиная с реанимации и затем в отделение для больных у НМК. Это достаточно дорогостоящее оборудование, требующее определённых навыков и умения, роботизированные комплексы для тренировки верхних конечностей, нижних конечностей и так далее. Третье – это онкологическая программа. Как известно, у нас есть онкологическое подразделение, которое оказывает и химиотерапевтические, и хирургические виды помощи отделения. Здесь основной упор был сделан, естественно, по нашим заявкам, чего у нас не хватает больше всего. Это эндоскопическое оборудование. Мы рассчитываем получить гастроскоп, дуоденоскоп, два колоноскопа. И целый перечень. Также мы планируем получить три наркозно-дыхательных аппарата, планируем получить четыре монитора для пациента и так далее. То есть это перечень на трех вот таких вот листах. Я вот, так сказать, мог бы продемонстрировать. Но доедет это когда-нибудь? Обязательно доедет. Мы следим за, поскольку как заинтересованные лица, следим за торговыми процедурами, которые осуществляет структуру Минздрава. Там все, так сказать, идет в срок. И мы уже начали получать это оборудование. Ну и слава богу. И последний вопрос перед тем, как мы попрощаемся. Скажите, а с врачами-то хватает врачей? Ситуация какая? Врачей хватает не всегда. Врачей хватает не всегда. Всегда не хватает? Всегда не хватает. Особенно это можно сказать по определенным специальностям. Объясню почему. Если антизиологов-реаниматологов не хватало и до ковид, и не хватало не только в системе Минздрава Московской области, но и по всей России, то, конечно, когда шла борьба с ковид, развертывались реанимационные койки, многие антизиологи-реаниматологи, они были отвлечены... Перепарфелированы. Они были... Да, их местом работы стали реанимации ковидных центров. Соответственно, откуда мы их брали? Мы их брали из тех подразделений, которые оказывали помощь больным, в том числе и с не ковид. Поэтому, конечно, это, так сказать, операционные сестры. Это терапевты грамотные. Грамотные терапевты, потому что, повторяю, ковидом тяжело болеют коморбидные пациенты. Здоровые, молодые, да, они тоже болеют, но с лучшим исходом. С лучшим исходом. Поэтому очень востребованы терапевты. Ну и так далее. То есть определенных специалистов, определенных направлений медицины нам, конечно, не хватает серьезно, но мы это знаем. Мы занимаемся их поиском, привлечением. И, в общем, я могу сказать, что в ковидном центре мы привлекли в Красково достаточно большое количество специалистов. И нехватки, чего мы сначала опасали специалистов, у нас не было. Ну, хорошо. Будем надеяться на то, что будет все в порядке, что будем болеть, если можно так выразиться. Вообще-то болеть не нужно, но если уж придется, то нормальными спокойными болезнями, которые можно излечить. Желаем вам, чтобы все оборудование было поставлено, медицинские работники все были довольны, и зарплату получали, и все места были заняты. У нас в гостях был исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы, кандидат медицинских наук Дмитрий Павлович Семенцов. Спасибо вам большое за все. И в вашем лице, всему медицинскому персоналу. И будем надеяться, что все-таки осенью будет нормальная работа, а не какая-то жесткая. С вами был Николай Пимненко в проекте «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин